Сказать цели, какой-либо агрессивной цели закрыть это предприятие, или там помешать заниматься деятельностью, абсолютно нет. Цель была одна, что там был подряд, найти там партнеров, на то, чтобы охрана общественного порядка была по периметру внутри и в период всего времени действует рейтинг. Вы знаете, мы нашли понимание, что предпринимателям фамилию озвучивать не будут, после этого мы скорректировали наши действия и в 4 утра каждые пятницу на субботу у нас выезжает соответствующая группа, и мы производим так называемое закрытие, как это было раньше. Это дает свой результат. Меньше стало потерпевших, меньше стало драк, молодежь выходит, видит милицию и реагирует. Все, руки как-то не доходили до предприятия, которое называется Шайба, вот дошли до Шайбы. Пожалуйста. По прибытию на место дислокации на шумоклубах Корчевского 1А, нами было установлено, что на втором этаже функционировала дискотека, где тут был ресторан. Ресторан был закрыт. На территории дискотеки мы увидели наряд милиции и другие службы, которые работали непосредственно по другим своим показателям в этом заведении. К нами был установлен факт реализации рекроводочных изделий без лицензии. Также установлено вообще осуществление хозяйственной деятельности без каких видов документов. При общении с предпринимателем, который арендует большевых газовое заведение, нам был дан ответ о том, что все документы находятся на оформлении. Вот мы видели себя корректно, без кем не ссорились, с добровольного согласия человека, который существует деятельность, мы провели осмотр барных стоек двух, в которых выявили 38 бутылок дорогого спиртного, которые продавали по заниженным ценам на разбив. Этот факт был нами задокументирован. Был составлен административный протокол по статье 156, части 1. И также был задокументирован факт грубейшего нарушения по шуму на сигарном пункте. То есть играла громко музыка. Знаете, банальная вещь, но людей просто это истревожит. Действительно тревожит. Когда это у нас в каком-то периоде постоянно, людям от этого некуда деться, то вы знаете, это на уровне какого-то резонансного, тяжкого преступления для меня. Намер был задокументирован факт проигрывания музыки на системе Пионер. Вышеоказанное оборудование было описано, изъято. Но по желанию и по настоящее потребление хотят, то она оставлена по цехарную расписку до рассмотрения протокола в суде оборудования музыкально. Также 38 бутылок мы тоже получили актаз их изъятия. Думали все описаны и передано на специальное наградение. Без разрешения торговалось там спиртным. Ты приходишь в клуб и спокойненько приобретаешь там и в этом состоянии, и там находишься. Что в этом состоянии может происходить? Ну, наверное, хорошего мало. Что в этом состоянии может происходить, двигая домой? То же самое, хорошего мало. На момент проведения проверки было установлено, что в Ушказанном заведении работает порядка 6 барменов и официантов. Все они юридически подготовлены, все отказались по статье 65-го подачи каких-то боевых войскений. Также мы все-таки зафиксировали эти отказы. Провели проверку, составили два административных материала. Нарушений с нашей стороны я не могу констатировать и нам судить. Но два материала составлены и направлены в суд. На сегодняшний день они уже должны быть там. Должны быть в суде? Да. Так. Что мы еще там увидели? Расскажите. Вы называете вещи своими именами. Когда документировалось, как себя люди вели? Кто ли это партнеры, эти охранники? Кто эти охранники? Кто их нанял, эти охранники? Товарищ Попорник, на момент прибытия нашей группы охрана нам не оказывала сопротивления. То есть мы представились сотрудниками милиции, прошли, нас пропустили. Даже наоборот попросили, помогите быстрее, на верху идет какой-то конфликт. По прибытию на второй этаж мы увидели в секторе, там где расположены столики, диваны, большое число милиционеров, в основном в постовую патрульную службу, и также сотрудников в гражданстве, среди которых был спор. Причины спора достоверно мне неизвестны, но спор был вплоть до каких-то... По украински шталханин? Да, шталханин. Хорошо, где у нас этот товарищ Пшеничник? Я, товарищ Пшеничник. Станьте сюда, звезда вашей, идите сюда. Идите, не переживайте. Нет, не переживайте, я как оперативный сотрудник могу попросить, чтобы канала не было. Вы оперативный сотрудник? Офернитесь вперед. Ваше поведение в том состоянии, вы знаете, это оперативный сотрудник, вы работали там последний день в этой службе. Пойдите, пронесите БД под эту проблему. Принеси у меня на столе, увидишь, я специально доказал нашу форму 1, чтобы здесь зачитать, его трудовой путь в милицию, этого оперативного работника и те наказания, за которые, те поступки, за которые он наказывал, когда он поставил, здесь лезвие было. Расскажите, что происходило? С 28-го на 29-го я был выходным. Ну, сейчас на 29-го числа. Это было не рабочее время. Ну, конечно, чего мы можем называться рабочим? Во сколько это было? В 12-м час ночи? Какому было это рабочее? Рабочим, салат на книги, наряды, в отнесении службы субочной. Все остальное не рабочее. Никто, что не грешил, рабочее. Дальше? Да. Позволил себе по потребительству медопитов. Находился на дне рождения у товарища, в ночном клубе Шайма. Вот, так же, я также ночной клуб посетил товарищ Василий Васильевич. Данный клуб посетил, скажем так, общий нам знакомый элемент, девушка по фамилии Нина, Светлана, которая имеет примерно около 15 лет. Вы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предъявили претензии Василию Васильевичу, который документировал противоправную ситуацию со стороны этой вам известной девушки, находясь в состоянии в угольной опьянениях. Ну, как и он, так и ясно. Абсолютно верно. А что вот как и он. Пожалуйста, прокомментируйте поведение. Вот мой сотрудник, представитель, вы, говорите, вы, говорите, как это все происходило. Наши спектры по связям с общественным студентом за женского гороскопа. Значит, такие разбирательства у нас будут постоять, чтобы было ясно. Значит, комик был абсолютно крестный. Абсолютно крестный. Но с той целью, чтобы не привлекать внимания к нахождению в этом заведении. Было принято решение. Приобрести. Да, если вы на оперативную группу еще не дошла следователь, появились вы. Мы видели своими глазами, как может подпредить Кристина Удовиченко. Кого-то могут ребята с общественной организацией подпредить. Где ребята с общественной организацией? Саша. Идите сюда. А ну-ка. Ребята с общественной организацией. Абсолютно не заинтересованный молодой человек. Правильно? Не боится никого. Смотрит в камеру и говорит к жителям города. Что происходило, пожалуйста, расскажите. Кто вас вообще куда привлек? В общем, мы на собственной инициативе помогаем милиции. По собственной инициативе помогаем милиции. Содействие. Так. Что вы наблюдали? Вот именно по конкретному факту поведения работников милиции. По конкретному факту работников милиции, то есть сотрудник Ардуна Василии Василиевича подошел к этой девушке, проверял ее состояние, проверял содержимое ее карманов. С ее согласия. С ее согласия, да, непосредственно. То есть о том, о употреблении им спиртных напитков, я категорически не согласен, потому что даже официант, которая подошла к нам и настаивала на том, что тот коктейль, который он заказывал, не может быть спиртным. Абсолютно верно. Потому что совсем задача. И после того, как прибыла оперативная группа, уже как-то... Уже как-то этот конфликт был исчез. Да. Все. Вы подтверждаете? Подтверждаете. Вы житель этого города, да? Да. Все. Присаживайтесь, пожалуйста. Не, не, пожалуйста. Что у нас гражданин из рабочих милиции? Значит, я вам закладываю для всех покереводов. С 2007 года он на поясе университет, до этого он учился, закончил учебное заведение. Значит, при мне уже, скажу откровенно, ну, каяться нужны в ошибках в том числе. Совершена ошибка. По настоянию некоторых руководителей было принято решение с административной службы, где он работал участковым инспектором до 13-го года, до юридия месяца. Было принято решение привести его в обновь. Потому что по информации, якобы, он в течение трех или четырех последних лет занимался очень хорошо и профилактировать эти отношения. Так вот, я специально взял сюда специальный документ, показать его не могу, потому что есть фамилия будет его. Довидка. Так вот, в 2008 году наказание, смотрим, какое, Дагана, он в выходе на службу. Это было 24-го, 07-го, 30-го, 03-го, 2009-го года, то же самое, Дагана, он в выходе на службу. 6-го, 04-го, 9-го, что у нас, Дагана, Сувора, он в выходе на службу. И пошло. За наказание службового к обовязке, неполного посадового, записывание на службу. И, пожалуйста, 7-го, 12-го, 09-го, записывание на службу безповажных причин, безподставное ставление, до канала Сувора Гоговски, а самым не выехать на службу безповажных причин, клопотать перед керевницей ГОМВС в области про извинения с органов внутренних прав. После этого идут еще ряд взысканий. Но почему-то в 2012 году, оставить, в 2012 году, у нас взыскание заканчивается. Может быть, стал на путь исправления. Может быть. Но, глядя на поступки, которые совершаются, есть сомнения в пути исправления. Дальше. Значит, по имеющейся информации, я знаю, изложено на сайтах в интернете о том, что якобы этот сотрудник, да, то ли ложил, то ли забирал сброю стечей. У кого такая информация? Николай Николаевич, пожалуйста, вы видите с вами... Чтобы мы уже поставили всю точку, назначили служебное расследование. И я вас поинтону. Держите. Пожалуйста. Николай Николаевич Кривашев. Скажу вам откровенно, сложились у нас отношения на почве объективности в разбирательствах по всякого рода с жалобам на действия работников милиции и, в первую очередь, работников милиции. Буквально с недавнего времени мы взяли такую практику. Любая жалоба на действия работников милиции в высновом служебном расследовании будет согласовываться с этим общественным... Жал собой. Сколько вы арендуете уже? Месяц, объезд? Я арендуюсь на протяжении года. На протяжении года арендуете это помещение, да? Ощущаясь с деньгами. Пожалуйста. Ну, видимо, которая доказывает, что... Не знаю, как зовут женщину, которая в ходе сидит. В зале на планной стойке открывала алкогольные и спиртные напитки. Она также выпивала их за три стойка, которые конкретно яблочная занимательность. Я снимаю, я с ними раскинула. И вот молодой человек, который мне угрожал. Не знаю, как было первое, на всю тушу, как и все. Он оказывал у меня давление. Сегодня просматривала, а на месяц пока. Предоставьте нам, пожалуйста, чтобы мы могли еще раз... Я могу уже снимать его сегодня. Вопрос стоит в объективности. Здесь никто никого не хочет оговорить, либо сказать, что что-то плохо или чересчур плохо на то, когда... Мы их ведем, только как начальники преусполнительные... У меня к вам единственный вопрос. Единственный вопрос по факту. Пользуясь случаем. Вы торгуете с пикным, не имея на то разрешение. Раз. Вы должны работать до 23 часов. Вы работаете ночью. Два. Все. Больше у меня к вам вопросов нет. Оформляйте все документы и в это время вы работаете. Так? Так. Материалы, направленные в суд, пожалуйста, дайте свои показания в суде, чтобы суд мог объективно принять решение. Больше у меня к вам вопросов нет. Единственное, попрошу, на момент отсутствия лицензии, соответствующих, больше этого не делать. Это просто просьба не начальниками, а гражданинами. А чтобы прочувствовать это все, я вас могу взять с собой в следующий раз, какой-то трудовой коллектив, чтобы вы ответили на вопросы, когда меня их задают. Так, Роман Александрович. Вот так и так и так. Я вам говорю это откровенно. Не знаю, что ответить. Куда спрятаться, за какой стол залезть, для того, чтобы людям объяснить, что составляем протокол раз, составляем протокол два. Не реагируйте. Спасибо, представитель. Ну и последнее. Игорь Александрович, у меня вопрос я не открывать не буду. Я обращаюсь ко всем гражданам и ко всем милицарям. Если у кого-то какая-то информация о работе, каких-то заведений, с нарушением установленного порядка, сообщите мне, пожалуйста. Пользуясь случаем, вот я хочу здесь вот официально при всех гражданах и жителях города предупредить, начальника милиции, и обратить внимание остальных начальников милиции на подобные объекты, которые работают в течение года круглую ночь, круглую ночь, и при этом отправляют документы. Что мешает милиции работать и документировать это?